Если вы останетесь с нами, то узнаете, что общего у Республики Беларусь из самого старого ресторана в Кемерове. И вот что еще вас ждет. Ночные снайперы бывшими не бывают. Сурганова и Оркестра провели юбилейный концерт в Новокузнецке. По льду не нужно скользить, на нем нужно танцевать. В Новокузнецке стартовал межрегиональный турнир по фигурному катанию. Крупнейший ресторан Кемерово отметил золотой юбилей. За 50 лет волна из места студенческих встреч превратилась в большой культурно-развлекательный комплекс. У многих гостей, пришедших поздравить юбиляра, нашлись свои истории из советского прошлого этого ресторана. О полувековых традициях волны в следующем сюжете. Народные белорусские танцы в ресторане, который и сам уже давно стал поистине народным. Золотой юбиляр встречает гостей изобилием товаров. Кемеровская волна в свой день рождения угощает гостей сплошь натуральными продуктами. Сырые колбасы из Белоруссии расходятся, как горячие пирожки. Скоро эти товары заполнят кузбасские прилавки. Если есть возможность, выезжаем на длительную рыбалку. С собой что возьмешь? Ну, не возьмешь же, там, ясно, испортится, только на короткий период. И когда ищем тушенку, ищем сгущенное молоко или что-то еще, то, конечно, смотрим, чтобы был гост, не только технические условия. И друг другу передаем, где именно натуральный продукт. Зачем балласт тащить с собой? Надо, чтобы там энергетическая ценность была и вкусно было. У Валерия Ермакова с волной связано много приятных воспоминаний. После окончания вуза нынешний глава областной столицы встречался здесь с одногруппниками. Тогда интерьеры были проще и музыкальное оформление советское. Но теплая атмосфера, по словам градоначальника, здесь и поныне. А клиентов у волны всегда было хоть отбавляй. Место расположения удачное между двумя крупными университетами – Кемеровским государственным и политехническим. В 50-е годы очень много появилось на рынке морской рыбы. И возникла у властей золотая такая идея. А почему бы не открыть рыбный ресторан? Поэтому называется «Волна». И вот в 63-м году, накануне 7 ноября, как вы знаете, это день Октябрьской революции, появился ресторан в Кемерове. По моим подсчетам, не менее трети людей, молодых людей, девушек и юношей, нашли здесь свою вторую половину. Поэтому я считаю, что этот ресторан – это самый лучший клуб знакомств в советское время. Из студенческого ресторана «Волна» со временем превратилась в большой развлекательный комплекс. Сегодня здесь уже можно не только вкусно отобедать, но и поиграть в бильярд, а по выходным отдохнуть в компании живой музыки. А можно устроить красивый банкет. Такой, какой организовал для своих любимых посетителей золотой юбиляр. Дмитрий Петин, Анна Печенекова, Юлия Костина, Дмитрий Фокин. Новости моего города. Сургановый оркестр – два компонента, идеально дополняющие друг друга, слияние которых рождается по-настоящему качественная музыка. В этом году коллектив отмечает свое десятилетие. В рамках юбилейного тура музыканты посетили Новокузнецк, о чем поют бывшие снайперы, выясняли наши коллеги. Вас сегодня ждет достаточно большое, надеюсь, увлекательное музыкально-поэтическое песенное путешествие. Поэтому устраивайтесь поудобней. Мы начинаем. Светлана – частый гость в Новокузнецке. И с каждым разом желающих побывать на ее концерте становится все больше. Люди рассказывают друг другу о бешеной энергетике, которая идет со сцены и буквально завораживает слушателей. На этот раз программа особенная. Лучшие хиты последних десяти лет. Десять лет, как одно мгновение, Сурганову знали и полюбили задолго до создания оркестра. Солистка покорила публику еще в составе ночных снайперов. Культовая группа распалась, а Светлана выдержала и снова поднялась на вершину. Оксана Зинкова, Елизавета Черняк, Константин Алехин. Новости моего города. В Кемерове прошел открытый урок артистического фехтования. Его проводила студия сценического поединка «Виват». Умение обращаться с оружием очень ценится в современном кино. По словам организаторов урока, таких актеров режиссеры отрывают с руками. А с 2008 года артистическое фехтование официально признано видом спорта, в котором сборная России – один из фаворитов. Конечно, олимпийских высот не сулит, но зато шпагой можно прорубить дорогу к большой сцене или к съемочной площадке. По сути, мы выросли, а желание как-то вот так вот реализоваться, оно осталось. И это очень хороший выход. Потому что очень многие в глубине души остаются мальчишками, или принцессами, или рыцарями. И мы даем возможность реализоваться, прям не просто почувствовать себя, а прям конкретно быть Тартаньяном, или еще Сиренда-Биржераком, допустим. Впервые за всю историю открытые чемпионаты первенства Кемеровской области по плаванию собрали более 400 спортсменов. Дело в том, что в этом году организаторы решили провести соревнования сразу во всех возрастных категориях. Для кузбасских пловцов это первый домашний старт в новом сезоне. В нем участвуют как заслуженные мастера спорта, так и дебютанты большой воды. Особое значение соревнований имеют для спортсменов средней возрастной группы. Для них этот отбор на международный старт кубок Александра Попова, который пройдет в начале декабря в Екатеринбурге. Помимо кузбассовцев, на открытые чемпионаты первенства области приехали гости из Новосибирска. Дети, во-первых, увидят, приехали, вот мы сейчас слышим, объявляем, рекордсмены мира, заслуженные мастера спорта. Во-первых, ну, у нас, к сожалению, пока мы не можем похвастаться таким сильным составом. Во-первых, дети увидят, ну, в деле, да, не где-то по телевизору. То есть они сейчас живую, видят тех же людей, кого они на соревнованиях за чемпионате мира, кто видит по телевизору. Конечно, это им большой плюс. Ну, и те, кто ребята, кто постарше, им, конечно, приятно с ними посоревноваться. В Новокузнецке стартовал межрегиональный турнир по фигурному катанию. На лед выйдут спортсмены разных возрастов. Самые маленькие впервые узнают, что такое настоящие соревнования. А мастера порадуют зрителей сложными элементами программы. Без падений нет взлетов. В свои 9 лет Паша Лагадырев четко усвоил это правило. Мальчик уже три года каждый день на льду. Оттачивает элементы своей программы. Только недавно научился выполнять трудный и эффектный прыжок «Луц». У этого прыжка очень сложный замах, который позволяет сделать несколько оборотов. Я вот увидел по телевизору, как катаются другие, и захотел тоже кататься так же. У меня были Сальхов, Ридбергер, Луц, Флип, Ридбергер, Тулуп, Сальхов. В Новокузнецке собрались спортсмены из Кузбасса, Красноярска, Берска, Омска и Томска. Всего 120 участников. На турнире важно продемонстрировать не только частоту выполнения сложных элементов, но и соответствовать образу. И здесь огромную роль играет костюм. Ледовая мода – это тоже своего рода соревнование. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок не только выполнил какие-то элементы, но еще и был красивый, опрятный. Фигурное катание как вид спорта подразумевает красивые костюмы. Когда девочка или мальчик выходит, и когда красивый, по размеру подобранный костюм весь блестит, и это какой-то плюс играет. Соревнования продлятся два дня. На лед выйдут начинающие фигуристы и мастера спорта. Задача у каждого спортсмена одна – показать все, на что способен. Ведь розчерком конька можно растопить не только лед, но и сердце зрителей и членов жюри. Арина Лихоткина, Александр Архипенко. Новости моего города. На смену участникам Первого детского кубка мира пришли старшие товарищи. Сегодня на льду Дворца зимних видов спорта стартовал открытый турнир, посвященный столетию Федерации хоккея с Мечом России и открытию зимнего сезона. Шесть команд-участниц из Абакана, Новосибирска, Первоуральска и Кемерово в течение трех дней сыграют между собой по круговой системе. Имя победителя традиционных соревнований станет известно в эту пятницу. Цель у всех детей одна. Выиграть, выиграть любой матч, любой отрезок, победить в турнире. Ну а тренеры, конечно, немножечко руководят этим процессом, для того, чтобы подготовить команду к основным соревнованиям сезона. Это первенство России. На этом у нас все. Смотрите выпуски новостей в прямом эфире каждый будний день в 16.00 и 21 час. Далее вас ждет полезная информация. До встречи на телеканале «Мой город». Меховая шубка – мечта любой женщины. Она и согреет в холодную погоду и подчеркнет красоту обладательницы. У Юли была давняя мечта приобрести модную меховую жилетку. Свой выбор она остановила на черно-белой модели. Пришла выбрать себе меховую жилетку. Была очень удивлена, что выбор огромный, цены приемлемые. Сейчас еще скидки, я смотрю, что акция очень хорошая, скидки. Монтой с белой норкой – самая актуальная модель для неординарных девушек. Тем же, кто ценит классику, понравятся шубы из мутона, стильные дубленки. Понравившееся меховое изделие можно приобрести в кредит, не выходя из магазина. В то, что на меховой ярмарке «Канада Фурс» каждый найдет теплую оригинальную зимнюю спутницу, сомневаться не приходится. У нас более 5000 изделий из меха норки, мутон, кожаные изделия, как мужские, так и женские. Скидки у нас до 70%. В южную столицу Кузбасса меховая ярмарка «Канада Фурс» приехала впервые и привезла самые красивые и практичные изделия. Размерная линейка от 38 до 64 размеров. Так что без новой шубки не останется никто. Теперь красивая верхняя одежда не роскошь. Арина Льхоткина, Александр Архипенко. Новости моего города.